28 марта в Большом зале Дворца культуры «Спартак» состоялась официальная церемония открытия седьмой открытой Олимпиады учащихся девятых, десятых и одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений среди субъектов Северокавказского федерального округа «Будущее Кавказа». В нынешнем интеллектуальном соревновании, которые пройдут на базе двух гимназий номер два имени Александра Сайтеева и гимназий номер три примут участие более 200 учеников. Главным отличием нынешней Олимпиады стало двукратное увеличение предметов, по которым проводится конкурс. Десять предметов в очном этапе против пяти предметов в предыдущих годах. В приветственном слове глава города Хасаверт Зайнудин Акмазов выразил уверенность, что Олимпиада – это мост к укреплению межнациональных и добрососедских отношений между участниками, а также хорошая площадка для самосовершенствования как учеников, так и педагогов. Без образования нет будущего, без образования нет развития. Участники, которые приехали сюда и будут в своих знаниях соревноваться, это через 5-6 лет придут как специалисты и будут работать в разных сферах. Почетными гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы Российской Федерации Гаджимет Сафаралиев, депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов, министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов, министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей и министр печати и информации Республики Дагестан Рашид Акавал. Каждый из присутствующих в своих выступлениях высоко оценили и отметили вклад города в общее развитие образования Республики. Приветственный адрес полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Олега Беловенцева зачитал главный федеральный инспектор по Республике Дагестан аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Василий Колесников. От всей души желаю вам обрести новых друзей, творческого подъема, истинной интеллектуальной радости, покорения самых высоких вершин области научных знаний. И пусть, согласно олимпийскому принципу, победит сильнейший. После официальной части для всех присутствующих в зале был подготовлен концерт с выступлениями творческих и хореографических коллективов, артистов управления культуры, городского центра культуры и детских танцевальных ансамблей. Благодарность организацию вечера и всего предстоящего образовательного мероприятия, руководству города, а также начальнику управления образования Руслану Ибрагимову выразили прибывшие делегаты и преподнесли небольшие памятные подарки в знак дружбы и единства народов.